А зачем Путину ядерный удар, если вот он сейчас, например, говорят, что в ноябре объявят о том, что он собирается снова баллотироваться в президенты, переизбираться в кавычках. То есть он понимает, что его переизберут, 85% голосов у него, очевидно, будет, и он будет править еще долго, и, как говорится, не на последние 6 лет. А зачем ему устраивать ядерную войну? А на фронте, вот вы говорите, там у него все плохо. Да нельзя сказать, что у него все плохо, там сложился некий паритет, когда ни одна из сторон не имеет ярко выраженного преимущества. Да, он будет мобилизовывать еще и еще людей, но при этом большая часть России, она этой войны не видит, не знает, это война колониальная, которая идет где-то. А остальные люди все нормально живут, такие города, как Москва, Санкт-Петербург, они как получали свои высокие зарплаты, так и продолжают получать. И даже мобилизованных там почти нет, понимаете? Зачем? Если и так у него, в общем-то, нормально. Я с вами согласен в этом смысле, да, действительно. И, в принципе, ВПК не может сделать ракеты, но может сделать старые снаряды, не может создать много вооружения, чтобы получить окончательный перевес, но достаточно вооружения, чтобы поддерживать оборону. То есть в этом смысле я с вами согласен. И действительно, и там даже 300 тысяч, если взять самую верхнюю планку погибших россиян, это мизер по сравнению с 145 миллионами россиян, то есть это там меньше 2, это 0,2 процента, строго говоря. То есть это 2 промилля, то есть это 2 человека на тысячу человек погибло, или там 3 человека на тысячу человек. Вот, то есть это, в принципе, тоже все незаметно, в этом смысле я с вами согласен. Но, вы знаете, вы, когда вот эту мысль высказываете, вы исходите из логики. Да, то есть зачем Путину логически, если у него и так все нормально. А зачем Путину логически, который изменил Конституцию в 20-м году и мог до 2036 года спокойно править, нужно было начинать эту войну? Вот где логика? Никакой логики здесь нету абсолютно. И зачем ему тогда, когда он понял, что он проигрывает, продолжать эту войну, настаивать, усердствовать в этой войне? То есть Путин в этом смысле абсолютно нелогичный человек и абсолютно непрагматичный человек. То есть у него есть решения, которые, вот вы знаете, я все время вспоминаю ту характеристику, которую ему дали в Краснознаменном институте КГБ СССР, нынешней Академии Внешней Торговли. Когда его не стали брать во внешнюю разведку, не стали брать на работу в Ясенево после года обучения в КАИ в 84-85 годах, ему сказали, что этот человек опасен для разведки, потому что он способен немотивированно или, скажем так, эмоционально принимать нерациональные решения, которые опасны для него самого, для службы и для КГБ в целом. И поэтому его не взяли в Ясенево на работу. И вот этот человек сейчас сидит на красной кнопке, сидит на огромном советском потенциале ядерном, который представляет 45% потенциала ядерного во всем мире. И по этому поводу я бы сказал так, что я опасаюсь вот именно не того Путина, который логически рассчитывает что-то, потому что такого Путина я давно не вижу. И, кстати, давно не видел Путина. А вот Путина, который мстителен, который совершает абсолютно нелогические вещи. Ведь война в Украине – это самоубийство для Путина. Это самоубийство для него, для его режима, для Российской Федерации. У него было все абсолютно в шоколаде. Абсолютно все было в шоколаде. Зачем ему была эта война? Зачем? Совершенно нет. И даже если он планировал какие-то там боевые действия, ну он мог бы ввести там войска, вот эти 150 тысяч. Если бы он их вел, кстати, только в Луганскую и в Донецкую область, вот конкретные два места, то Луганская и Донецкая область давно бы уже были у Российской Федерации на 100%. Но он размазал эти 180 тысяч войск на шесть направлений на фронте в 2500 километров. Что было абсолютной глупостью военной. Но, тем не менее, Путин ее сделал. И, вы знаете, он говорил там, что он борется якобы против расширения НАТО. В результате он получил Швецию и Финляндию в НАТО. Он боролся против сплочения Западной Европы. В результате получил сплоченную Западную Европу. Он боролся против Пентагона и США. В результате получил самый большой военный бюджет в Пентагоне во все времена. И поэтому с логической точки зрения вообще Путина бессмысленно рассматривать, потому что он абсолютно нелогический человек. А когда вы говорите, что ему все равно нарисуют какие-то там огромные цифры, это, с одной стороны, верно, конечно, потому что мы понимаем, что в России подделок любые выборы можно. Вот недавно проходили якобы выборы, и там нарисовали все, особенно на захваченных территориях, где понятно, что никакой не было ни явки, ни голосования никакого не было. Это все было нарисовано. Но у Путина сейчас есть проблема, тем не менее. Потому что у него есть проблема усталости населения от него самого. Потому что вот когда человек решил править безгранично, и сейчас он уже 24 года находится у власти, от него устали уже психологические люди. И у него на самом деле нет никакого 80% поддержки населения. А вот в 2006 году, 2004 году у него реально было 60%. У него реально, может быть, даже было 70%. И вот тогда, когда ему в те времена рисовали 80%, то, в принципе, это было, так сказать, почти незаметно, потому что реально-то его народ поддерживал тогда. А вот сейчас у него реальная поддержка. В Москве 20%, в Питере 10%, ну, в Чечне, конечно, 250%. И там в Чечне его поддерживают все кладбища и все похороненные предки чеченские, они все голосуют за Путина, срочно встают просто ночью. И, значит, прямо с кладбищ приходят голосовать за Путина 250% голосов. И Рамзан Кадыров ему это дело обеспечивает. Вот. Но когда у вас в среднем по стране, ну, там, 30-35% поддержки по сравнению с теми 50 или 60% процентами, которые раньше были, то добавлять довольно сложно, потому что люди же видят. Люди же видят по себе. То есть они ходят на участок, они видят, что на участке никого нету, а там потом пишут, там, явка была там 80% или 90%. Люди же не дураки. То есть люди дураки, но не до такой степени. Мне кажется, власти же в России дошла до такой степени цинизма и лицемерия и наглости, что ей вообще все равно, что там видят люди. Нет, ей не вообще все равно, потому что... Нет, ей не вообще все равно, иначе бы она бы не использовала никакую пропаганду, иначе не было бы телевидения, иначе бы не было выборов. Она могла бы просто отменить выборы, потому что идет война, объявлено военное положение. Кстати, на большинстве регионов Российской Федерации в прошлом году указом Путина, то есть формально у них есть отмазка вообще не проводить выборы. И я вам напомню еще значимую вещь, которая произошла по вине Евгения Пригожина в этом году. Он провел нулевой тур выборов президентских 23 и 24 июня этого года. Он показал, что за Путина не вышел, Путина не вышел защищать вообще никто. Никто, ни один человек, в том числе миллион членов партии «Единая Россия», не вышел ни один человек защищать Путина. То есть на самом деле у Путина может быть пассивная поддержка какая-то 30%, но на самом деле он абсолютно безразличен. Вот когда Пригожин на него пошел с маршем, с вагнеровцами, то он был абсолютно безразличен всей стране. Наоборот, страна села к экранам телевизора с попкорном, с пивом, с водкой, с солеными огурцами, с чипсами и с прочими всякими закусками и ждала с вожделением, ждала, что же там произойдет, как они будут там убивать этого Путина, как они будут его свергать. Так что в этом смысле у Путина на самом деле проблема огромная внутри страны. Если Путин перейдет от испытаний к делу и все-таки решит нанести ядерный удар, есть ли у Запада что этому противопоставить? Путин, если это сделает, он потеряет половину той поддержки, которая сейчас у него есть в Китае, в Индии, на африканском континенте. Потому что, безусловно, это будет откровенное нарушение договоров о непроведении испытаний ядерного оружия. Это будет нарушением договора о нераспространении ядерного оружия. Это будет нарушение хартии ООН. И в этом смысле он сам себе вобьет осиновый кол в свой политический гроб. Но мы убедились, что это его не пугает. Потому что, посмотрите, ведь такая же ситуация была совсем недавно с приемом Ким Чен Ына. Потому что Северная Корея на самом деле находится под санкциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Причем за эти санкции голосовала Российская Федерация. Эти санкции поддерживала Российская Федерация Совбези, где она имела право вето, где она могла их заблокировать, но она, тем не менее, их не блокировала. И когда Путин встретился с Ким Чен Ыном, он таким образом показал, что он нарушает все данные Российской Федерации обязательства на международном уровне. Но это вызвало какое-то негодование, это ослабило его международные позиции, но не катастрофически. А вот если он проведет ядерное испытание, то это будет серьезный негатив прежде всего в отношении Путина. Даже на своей территории. И таким образом он лишится очень серьезной поддержки, потому что, вот представьте себе, все те люди, о которых мы с вами говорили в начале передачи, которые вот просто не то что агитируют за Путина, но говорят, что ну вот мы устали, что не надо эти деньги вкладывать, и вдруг Путин проводит ядерное вооружение, ядерные испытания. Вот у всех этих людей все, все их аргументы катятся в тартарары. Все их разговоры о том, что Путин хороший, Путин добрый, надо ему только немножко помочь, надо только ему немножко отдать, отдать какого-то, каких-то территорий чужих, ни наших, ни своих. Потому что если вы спрашиваете американцев, вы хотите ему вернуть Аляску? Они вам покажут, какую они Аляску хотят вернуть Российской Федерации и Путину. Но вот чужие территории украинские, да, они готовы вернуть из Америки издалека. Но если Путин проведет эти ядерные испытания и нарушит таким образом заключенные обязательства Российской Федерации, то ответ будет совсем другой. Но я имела в виду как раз вот даже не сами испытания уже, а полноценный ядерный удар. Потому что вы говорили о том, что Путин в принципе на такое способен. Если западные страны поймут, что он действительно готовится его нанести, потому что там же все равно будут какие-то приготовления, и вот эту вот сосиску, ее будут выкатывать из какого-то ангара. Ну понятно, что я сейчас очень так образно все это просто описываю. Готов ли Запад в этом случае отреагировать на эти действия? Если да, то какие это будут действия? Мне кажется, что Запад сегодня готов гораздо больше, чем он был готов 19 месяцев тому назад. Вот если бы Путин это сделал в феврале прошлого года, то он бы застал бы Запад абсолютно не готовым морально и даже технически ему что-то противопоставить. Вот сейчас это уже, этот сценарий был проигран во всех штабах и в НАТО, и в Соединенных Штатах Америки, в Великобритании, во Франции, во всех ядерных державах. И Запад к этому готов. То есть Запад это не испугает, тем более, если это просто удар, допустим, по своей территории, по собственной, или даже если это будет тактический удар по Украине. Вы знаете, даже Украина к этому сейчас уже морально готова, потому что Российская Федерация уже столько била по Украине, что Украину теперь уже не убедишь. И на самом деле, вы знаете, ведь когда Штаты ударили по Японии, вот тогда, в 45-м году, это был шок мировой, потому что это было первое применение ядерного оружия в реальной войне. И в дальнейшем, посмотрите на всю историю последующего развития событий. В Японии осталось, все забыли, что Япония тогда была империалистической, и что Япония была участником оси Берлин, Токио и Рим, фашистской оси. И у нее осталось, несмотря на этот фашизм, несмотря на ее войну против Соединенных Штатов Америки, несмотря на ее войну против Китая и так далее, осталось имидж страны жертвы. И вот если Путин нанесет такой ядерный удар, то у Украины навсегда останется имидж страны жертвы. И, безусловно, ни один больше из тех людей, которые сейчас говорят о том, что давайте заключать договор с Путиным, они никто не смогут ничего больше говорить. И Путин станет абсолютным парией в мире. А у Запада есть технические и военные в военном плане средства борьбы с ним. И самое главное, что ведь почему в прошлом году у Путина это сработало бы? Потому что никто не знал, каково реальное состояние армии Российской Федерации. Сейчас все знают, что у Путина нет никакой армии. У него нет никакой армии. И у него даже, может быть, и нет по-настоящему ядерного оружия. И ему, кстати, Запад это указывал уже многократно. И Путин просто, может быть, не до конца это понимал. Но вот удары по Дягилеву, по аэродрому стратегической ядерной авиации Российской Федерации, по Энгельсу-2, аэродрому ядерной стратегической авиации Российской Федерации, удары по комполу Кремля 3 мая этого года. Это все напоминало Путину, что ты не надейся, что если ты перешагнешь эту красную линию, то ты останешься, так сказать, под каким-то щитом. Мы все убедились, что в Российской Федерации нет абсолютно никакого ПВО, нет никакой противоракетной обороны. Абсолютно никакой. И в этом смысле Путин будет полным идиотом и полным самоубийцем, если он это сделает. Но здесь я опять же возвращаюсь к тому, что Путин самоубийца и Путин идиот. Потому что если бы он не был самоубийцем и не был идиотом, он никогда бы не начал эту войну. Вот в чем проблема.